Память Уважаемые читатели, да, и уважаемые поэты, и все наши потенциальные читатели, да, мы просим вас отключить сотовые телефоны, это просьба прессы на время конкурса. Дворяги подошли, и подошли, которые идут в бой, те, кто вновь пришедшие, пожелания такие, значит, если у кого-то есть два экземпляра текста, один сразу оставляйте, а другого можно подсмотреть, да, если у кого-то уж нет, только в одном экземпляре, ну, можете состояться для, так сказать, поддержки себя своим же текстом, можете читать с помощью текста своего, да, читаем внятно, читаем разборчиво, чтобы нам было слышно ваше мудрое поэтическое слово, да, вот, и что бы я еще хотела сказать, для того, смотрю, народу много, знаете как, если, сделаем так, если это небольшие стихотворения, прям вот небольшие, не на три листа, а некоторые прям целые поэмы приносят, чтобы нам успеть всех заслушать, если это небольшие стихотворения, давайте два, если совсем краткие, можно три, если это большие стихотворения, то одно, то есть я имею ввиду, вот, лист, там, еще там, следующий, то одно, потому что мы просто потеряем друг друга в этих больших текстах, вы нам, а листы-то можете все класть, которые у вас, вот, ну, если там запланировано было на большее, вот такие вот будут пожелания, ну, с Богом, ребята, да, кто там первым? Уважаемый поэт, я еще раз напоминаю, просьба отмечить в сутки, в первую часть нашего конкурса, Шабалов Вадим Дмитриевич. Дорогие товарищи, я впервые принимаю участие в подобных чтениях, поэтому хочу вашему вниманию предложить, предложить вашему вниманию два стихотворения, свои, ну, что называется, излишни, недотрога. Мне шагать одной дорогой с этой гордой недотрогой, но случилась вдруг заминка, в ней дорога, в ней тропинка. Мне, ребята, не до смеха, как красавице подъехать, то ли на розовом коню, то ли у черта на спине, и так не до трога. Как я хотел, чтобы эта недотрога, державшая дистанцию со мной, по-детски нерешительно, но строго, однажды все же стала неженой. Стихи, конфеты и букеты с тогом, и вновь упущен шанс очередной поговорить с прекрасной недотрогой и предложить ей стать надежной. И как-то, расставаясь у порога, я долго объяснялся под луной, лишь одного хотел, чтобы эта недотрога все поняла и стала мне женой. Сейчас у нас единая дорога, длиною в жизни, и не хочу ее. Я счастлив вместе с бывшим недотрогом, своей любимой, дорогой женой. Спасибо. И еще одно стихотворение, тоже из личного. Когда-то лет 20 назад мне гадалка по руке нагадала хорошую, в общем, перспективу. И вот я проникся этим гаданием, и ситуация сложилась таким образом, что они пока сбываются. Итак, представим ладонь руки. И кто не знает, что такое хиромантия, как раз разберется в ситуации. Моя судьба – причудливый узор, составленный сплетением тонких линий. Ладони ровный, матовый ковер, подобен шелковистой паутине. Вот жизнь. Седая страсть, счастье. Все, что завещано судьбой мне вдалеке, заключено безмолвной, высшей властью в магические нити на руке. В немое красноречие сплетение, в тот призрачной судьбы, измененный след, запутанный в символике значений, хранящих суеверный бритв. Я верю, наша встреча не случайна. Держу ладонь твою, и показалось мне, что наши линии сплелись вдруг облучально, в тот первый вечер, при глухой луне. Спасибо. Следующим я вызываю Кудрявцева Николая. Следующим пойдет Попен этот день. Как проснешься утром рано, а над нижем тишина. Ты всегда душежеланна, сердцу милая страна, И туманы над рекою, как парное молоко, И сторонка родной, путь держу я далеко. Я ступаю осторожно по сверкающей росе. Если б только было можно, попросил бы крылья мне, Чтоб кружиться над полями в предрассветной тишине, И восторженно стихами петь о милой стране. Как в ванном футу мраке разгорается заря, Не хочу я жить во мраке. Здравствуй, солнце, вот и я. Ты согрей лучами нежно всю огромную страну, Без которой я, конечно, даже дня не проживу. Ты улетаешь в мыслях далеко, В мечтах бываешь в разных странах, С тобой всегда душе моей легко, Душа летает в утренних туманах. На рубеже, когда уходит тьма, Когда ищу заветного ответа, Какая в сердце скрыта Глубина рассвеченной красками рассвета. В твоих глазах волненье и печаль С любовью вперемешку сердце ранит, И мне уже ни капельки не жаль, Что чувство разума вновь сейчас дурманит. Так хочется скорее тебя обнять, шептать. О чем? Душа пока не знает, Но вновь и вновь мне хочется понять, Какая сила нас соединяет, Что столько лет волненья нам дарит, Когда над миром ярко светит солнце. И нежной песней сердце говорит, Что в мире ты сияешь ярче солнца. Красный, желтый, золотой надо мной в небе светит, Я сейчас вдвоем с тобой, Как прохладен тихий вечер. Я смотрю в твои глаза и руки твои касаюсь, Ты подвижна, как вода, Что-то шепчешь, вновь смущаюсь, Вновь кружится голова, в луне не задыхаюсь. Я сказал не все слова, Я сильнее в тебя влюбляюсь, Я спешу тебя обнять И согреть дыханием нежным. Ты должна меня понять, Я дарю здесь мир безбрежный, Это небо надо мной, Все в огнях и буйных краска, Свежеветер на рекой, Что смелее в нежных ласках. Это счастье, просто жить, Ощущать любовь, смущение, И с тобою рядом быть, Погружаясь в наслаждение. Орудий гул, пока не смолк, Опять труба зовет в поход, По всей земле бессмертный полк Рекою памяти плывет, Людской поток и старый млад Несут портретов миллион, На день победы и парад, Связь поколений и времен. В любой семье могу спросить, Взяла ли здесь кого война, И в каждой голову склонить, Победа главная цена. Полку бессмертным, Мать с отцом, Родных не счесть, За всех горжусь, За все содружество борцов, Кто мир спасал и нашу Русь. Урок войны нельзя забыть, Жить защитить священный долг, Такой народ не победить, В людских сердцах бессмертный полк, Такой народ не победить, Всегда в строю бессмертный полк. И так как много всяких событий прошло, Трагедий с самолетом, Написано такое стихотворение, Давайте помнить всех. Мне песню вспоминальную, Вы не стесняйте слез, Поплачьте от души, Ведь за таких людей Нисколечко не стыдно. Здесь Бог нам всем судья, Уйти он разрешил, Но рано уходить, До горечи обидно, Давайте помнить всех, Пусть не пройдет тоска, Пока на небесах нам Бог подыщет место, Но на земле в гостях, А там на все века, И в жизни вечной той, Все снова будем вместе. Хвала Богородицы, Сосуд любви благословенный, Ты, Мати, Господа Царя, Источник милости нетленной Для человечества, Царя, Я в скорбий час Молю тебя, Призри на грешного раба, Утешь души моей печали, Уста тихонечко шептали, Направь души мое стремление, Подальше прочь от разрушения, На доброту, на созидание, И на любовь Христа познания, И вновь с душой умиленной, В слезах смиренно Припаду, И благодарно окрыленной Навстречу радости и духу. Аплодисменты, Юродиум, Голодный, уводный и нищий, Христа об отчизне молил, Подать всем небесной пищи, Он с болью в сердце просил О мире над небом синим, О благе для всех людей, Лежал на ресницах иней, И холод сковал до костей, Он всех, проходящих у дома, Ослабшей рукой укрестил, И снова у Бога, И снова защиты всем людям просил, Не мог не ответить сущий, Так сильно его умилил, Подал всем духовной пищей, И землю Господь сохранил. Вот такая детская стихотворение, Вероника, Моей дочери посвящается, Ей семь лет, Очень шустрая девчонка, И до пояса коса, Складку синей юбчонка, И блестящие глаза, Ярко красками рисует, Просто загляденье, Иногда, увы, балует, Что за наваждение? Маме с папой помогает, Маму с папой слушает, Стол на кухне вытирает, И конфету кушает, Ветра бегает быстрее, Быстр и острый у ней язык, И меня она смелее, Хоть я трусить не привык. Мишаев Агаринова Путлана, Здесь мой первый раз, Поэтому, конечно, Прошу меня поддержать. Ну, бываешь, конечно, поддержать. Давайте поаплодируем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Стихотворение «Прощание». Вот и все. Отзвенела, как не было, Перечеркнута чувство глубина. Для тебя я далекую небылью Оставалась на все времена. Ты прости, что душой одинокую Не смогла распознать только флет. Потянулась до беде своим оком И пила неразбавленный спирт. Обожгла тишина безразличия, А молитва моя не текла. Написал бы, хоть ради приличия, Чтобы больше тебя не ждала. Я с тобой, сохраняя дистанцию, Отвергаясь надежд и суеты, Обращусь в неземную инстанцию, Чтоб был Богом, а милован ты. АПЛОДИСМЕНТЫ Адари. Оно немножко повеселее. И не раз, и не два, и не три. Не скрывай восхищенного взгляда. Посмотри на меня, посмотри. А дари ясноукой награды, То скользнет по волне в волосах, То застынет слезой на реснице. Мне бы счастье увидеть в глазах Той души, где хочу раствориться. А пока осторожно ловлю проявление Нежного чувства. И в тебе неизменно люблю Все, что мы называем искусством. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я буду его читать по листу, Потому что вчера написала В 12 ночи, когда прочла Такую прискорбную новость О том, что сгорела Испенская церковь в нашем городе. Небесный спорт. В тихом месте, далекой окраине, В частном секторе нашего города Было кладбище православное С деревянным храмом устроено. Без единого гвоздика сделана Эта церковь Успенская, славная, Претерпевшая многие беды И гонения на православных. Закрывали ее для служения В 35 году атеисты, А в 15-м на сожжение. Обрекли в договоре с нечестным, Как Бельмуану. Черная, старая, Подлежала уже реконструкции. И на средства народные Стали возводить стену Новые конструкции. Торопились. Неважно, что не было прежде в ней Ни единого гвоздика, Лишь бы за год построить под небом Дом, в котором поселится Боженька. То ли силы стихии прогневались, Что оставлены мест на молении, То ли люди шальные наведались, Запалить ее без сожаления. Пебелище от храма черное, А вокруг вранье жестокое, От бездушия прокопченое. Небо скорбное. Аплодисменты. 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 Аплодисмент. 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 Тогда, мой заветный, я тебя загадаю. Можно и нельзя. Она красивой была и гордой, А он надежным и очень нежным. У каждого жизнь по своим аккордам, Свои желания, мечты, надежды. Но каждый день ожидание встречи, Как чудо, нежность, глаза в глаза, Забота, ласка, пиджак на плечи. Нельзя любить, целовать, нельзя. В фонарном свете черней тени, И тело отчетливей очертания. Все ближе, руки, глаза, колени, И все учащение их дыхания. Вот волос к волосу, кожа к коже. И тонким пальцем по ней скользя, Она поняла вдруг, любить можно, да, Можно любить. Целовать нельзя. И вновь разойдясь по своим квартирам, Где жизнь предсказуема чрезвычайно, Они стирают границы мира, Что тонет на донышке чашки с чаем, И прячут чувства. Все глубже, глубже, С разбегу падая на кровать, Несут их сны, Где душа наружу, Где можно любить и целовать. А девочка лета сидит на перилах, И солнце запуталось в волосах. Бездонная чаша всех бед мерила, У девочки черная волоса. А ты весь такой из себя спаситель, Твой алый парус летит в закат, И манит твой белоснежный китель Сквозь бури, грозы, за облака, Туда, где ты бесконечно нежен, Где ты обнимешь и защитишь. И девочка верит своим надеждам, Как верит вроде как и вальчиш. Вот только счастье заплутало, И неудобно в своей тоске Смахнет слезинки с ресниц устала, Безмолвно не сжав телефон в руке. Ведь ты же снял свои шлемы, латы, Ты наигрался и слез с коня. В твоей вселенной сладкой ваты От слез и горости есть броня. И девочка лета встает на перилах, Без страха и робости, полный рост. В ладони к солнцу встречай, Кирилла, и белую чайку летит под мост. А ты весь такой из себя, Нелепо, глотаешь воздух, Раскрывши рот. Видишь ты, как девочка лета Дождем по нему шагает в брод. АПЛОДИСМЕНТЫ И приглашаем Мохову любовь. За два шага до победы. На юру в тени у тихой рощи Славно, хорошо в кругу солдат. Шалый ветерок бинты поросят, словно косы. Крепкий самосад стелет сладкий дым, Хмельной, как латан. Вот боец еще щепоть берет, Не торопка с честью тихим латан. Речь свою в полголоса ведет. Что скажу вам, братцы, без обмана? Ложь вражину эту не терклю. Списывать меня пока что рано. Жизнь, ребята, до смерти люблю. Здесь, на фронте, встретил медсестренку. И теперь спасибо, говорю, случаю, Что в дальнюю сторонку сквозь войну Увел судьбу. Улыбнулся. Братцы, дайте спички. Прикурил. Друзья, скажу я вам, В этой удивительной сестричке с кирзачами. Сорок килограмм. И еще скажу вам по секрету, Не шутя конкретно и всерьез. Ноги б мне, я б пигалицу эту До Берлина на руках донес. И обратно, той же дорогой, Попадется фриц неровен час. Стоп, вражина, девушек не трогай. Русские девчата не про вас. И принес бы в избу, пятистенок, Нарезное кресло усадил. И до самой смерти неизменно Как сестру, как родину любил. Той сестричке годиков от силы восемнадцать. Да и то и два. А она меня, друзья, тащила, Почитай, что километра два. Помолчал. Жаль, имени не знаю. Отыщу. Мне точно повезет. Будь она Татьяна или Рая, Имена в России, словно мед. Может быть, Полина или Тома. Потерял сознание на беду. Знаю, что из Тулы, из детдома Непременно я ее найду. Отлежался. Спишет подчистую. О войне понятно, уж конец. Позовув Васиновку родную, Согласится сразу подведется. И родим, как водится, ребята, Пять сынов. Всем недругам на страх. Говорит и пляшет бесенята В голубых сыстринками глазах. Я ведь столик. Да, на три деревни. Что угодно браться с мастерю. Руки целые, крепкие, что кремни. А без ног, что ноги столяру. Знаете, как мамка будет рада. Стол накроет, шанишки, блины Для гостей в тени густого сада. Знамо дело, сын пришел с войны. Безоглядно верится солдат. Смел чертяка, ордена не лгут. И горит закат, но любит садбампа. Как победный родина. Ну и одно грустное, коротенькое. Первый тот зимы. Как первый поминаем тот зимы Холодный ими пригубили мы. Октябрь, покров, осенняя прости. Душа на волю хочет. Отпусти, пусть улетает. Видишь, клин вдали. Ее другие души повлекли. За птицами василет, стремятся души. И плачет, и прощается. Послушает. И небо, серый дом заволокло. И с каждым днем все призрачное тепло. И листья блестки солнца в лужах тают. Гонино ветром птицы улетают. Босая, постернея, зима идет. Утру, покровом дерева, снег падет. Уснет земля, и дай ей Бог проснуться. И птицы, конечно, с ней домой вернутся. А души? Я не буду вас отомлять. Без три. Поэтому я просто вам оставлю дальше. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вернулся в деревню родную. Пятьдесят не был в ней долгих лет. Не узнал я о сторонку лесную. Время стерло здесь мой детский свет. Жизнь когда-то в деревне кипела. Трудолюбие множество рук. А на праздник плясало и пело, Собираясь улечки на круг. Пахли хлебом здесь русские печки. Было много в деревне дворов. И паслись на лугах возле речки Табуны лошадей и коров. Люди жирную землю пахали, Собирали большой урожай. Росным утром косою махали. Процветал деревенский мой край. Вместе дружно терпели невзгоды. Были общими боли и беда. Но прошли те счастливые годы. Не вернутся они никогда. Изменили у жизни законы. Невеселые колхозные дни. Не молились теперь на иконы. И работали за трудодни. В речь вошли незнакомые избы. Друг за другом мелькали года. Сиротели крестьянские избы. Жизнь отсюда ушла у города. Здесь домов нет уж и половины. А иные остались без крыш. Словно злая промчала славина. И теперь стынет звонкая тишь. Избы старые все почернели. И пустыми глазницами вдаль На дожди смотрят и на метели. Излучая тоску и печаль. И невольно меня вопрошали. Где так долго ты был, дорогой? Мы состарились и обветшали. Нам пора уходить на покой. Всю нузаросли жгучие крапивы. В огородах полынь лебеда. Наклонились корявые ивы У заросшего ряской пруда. Изменились родимые веси. Зарастают березка и поля. Я стою низко голову свесит. Ты прости нас, родная земля. В просе жизни родная деревня Свой оброк заплатила слегкой. Надо мной вековые деревья Шелестят потемневшей бествой. Тишина, только ветер задиран. Как бродяга стучит у ворот. Рук неуютно и сыро. И разруха за сердце берет. Так же в дальние синие дали Катит воды родная река. Здесь из жителей местных Остались три старухи и два старика. Я люблю свой народ терпеливый Переживший за век много войн. Славят жизнь соловьев переливы На погосте заросшем травой. Край таинственный мой Очень древний Позабыт и заброшен давно. Умирают родные деревни Оставляя название одно. Спасибо. Наша майор, по-моему, Татьяна Средь чумазеньких штанишек На базаре и в кутерьме Продается масса книжек По пониженной цене. Вот лежат они в развале Словно море, океане, островами, кораблю. Секонд-хенд из умных мыслей Слов в суде, а к ее недомыслим Недомысленных уже. Их никто не покупает Только, лишь вдохнув слегка, Тихо в мусорку бросают То, что вышло из пера. Не написаны те книги, Не нашедшие людей, Или люди те оглохые В интернете витражи. Пушкин или Достоевский Многим стало все равно. Только книжек наших детских Крылья сложены давно. По проторенной дорожке Ни чужой и ни своей Мы идем, и смотрят в спины Нам все витрины стеллажей. Дышит рядом чей-то прадед, Что в тревоге и в грозе Нам письмо успел оставить, Что прочитано уже. И наследство то зарухлить Не спешите принимать, И за гроши, и за рублик Не старайтесь отдавать. Не бросайте, люди, книги, И не расставайтесь вы С простотой душевных виней За страницами церкви. Холодный августовский дождь Конец купания И линии белых лепестки Хранят молчание В реке уснувшая вода Покрылась тиной В глуби предчувствует она Свой холод зимний Назад уже не повернуть Погоду к маю Как тихо сказочно вокруг Туманы тают. Букетик. Дни безвозвратно уходят, Осень стучится в окно, Грустные мысли наводит, Издревле это дано. Яркий, нарядный букетик, Осень и чудный напев, Шлет свой прощайный приветик Зрелый наш возраст согрев. Цветы в том букете красивы, Но скоро завянут они, Засыпет снежок охритивый, Зови им уж тогда не зови. Яркий, нарядный букетик Из леса я в дом принесла, Продлить этот чудо-приветик, Как будто себя я спасла. Ну и последняя, если можно, Короткая. Одуванчик. Мой одуванчик светлый, нежный, Осколок солнца и земли, Своей красот такой небрежной, Забыл он и в глубину души. И пусть ты прост, Но это четкость тех линий, Что выводит шар, И превращает их неброскость В поистине волшебный дар. Твоих цветов пушистых просит, Уже нигде не забыть. И лепестков, зеленый профиль, Хочу сейчас я возродить. Ведь есть дыхание, И чувство у полевого стебелька, И в том симфонии искусства Слепить гармонию цветка. За все судьба тебе спасибо, Что ты даешь в тяжелый час Не обойти простое чудо, И радуешь усталых глаз. АПЛОДИСМЕНТЫ Приглашаю подбору Умирения. Цветы для любимой. Подарил сегодня розы, Я любимый в день рождения, И в глазах увидел слезы, Это слезы умилений. Эти розы так прекрасны, И нежны, и необычны, И я понял, Не напрасно заплатил за них прилично. Не жалею для любимой, Ни цветов, ни подарков, Но она проходит мимо, Ей не холодно, не жарко. Говорит по телефону, Не со мной, а с кем, не знаю. Я обязан по закону с ней построже, Не чужая. Вся воздушная такая, Помахала нежной ручкой. Что же делать? Умолкаю, подросла, однако, внучка. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так, многие из нас живут в большом городе, В душном таком, хочется куда-то на природу выйти, Загребаем за ягодами. Вот такое стихотворение, Эх, махнуть бы! Эх, махнуть бы в глухую деревню, Где не пуганный крик петухов, Где стоят вековые деревья, Где не слышали дивных стихов, Завести расписную буренку, Побродить по росе босиком, Присмотреть озорную девчонку, Да такую же кровь с молоком, За грибами слетать с позаранку, Заготовить кореньев и трав, Пригласить молодую крестьянку, Заварганить супец из приправ, Посидеть за столом деревенским, Выпить чарку сухого вина С ароматом бургундским и венским, Чтоб в душе зародилась весна, Поболтать на крылечке с соседом Запустевших полей, Докормить его вкусным обедом, Чтобы стало в душе веселей, А потом всем соседям на диво, На три голоса петь до утра, Про прекрасные сердце порывы, Петь да так, чтоб душа замерла, Услыхав перезвоны гитары, Подпоет за окном соловей, Пес напомнит, что он друг мой старый, И грачи прилетят из полей, Эх, махнуть бы в глухую деревню, Где природы не почтый край, Где устои из мудрости древней, И понять, вот он истинный рай. А работать-то? Только, что ты... А работать... Это все, А то, молотка-то молоткой, понимаете ли, А работать как-то, нет? Вот еще третий стихотворение. Там не только молотка, там с половиной евро. Это я молчу. По электронной почте пришло мне письмо. В Африке умер там богатый дядюшка. Может, вам тоже приходило. И наследство такое 12,5 миллионов евро. Ну, я, конечно, там погрустил, Что дядюшка такой умер. Но богатому такому обрадовался. И вот на радостях такое стихотворение родилось. Африканское счастье. Слава Богу, я богат, Словно босс в Германии, Приумножу в тысячу крат благосостояние. Может, даже я теперь стану олигархом, Открывать ногой дверь буду у монархов. Прикуплю у деловых парочку заводов, Буду кайф ловить от них, Плакать от доходов. Цепь большую золотую прицеплю на шею, И охрану я крутую тут же заимею. Персональный самолет выделит мне Путин, Что мороз, что гололед, Не страшно распутье. Остров в ласковой глуши Отхвачу себе я, Стану жить в родной тиши, Яхту заимею. Будут веером махать На меня красотки, Принесут ко мне в кровать Пару рюмок водки. Заживу, как богатей, Радостный, счастливый, Без особых бездотей И несуетлива. Кто же добрый Дед Мороз? Ведь таких немного. Это Роберт мне принес Денежку из тога. Там он бережно хранил Миллионы евро, Чтобы я так счастлив был И богат безмерно. Где вы там? Вы что, заснули? Роберт Гэмбилл, братцы. Так и знал, Опять надули эти африканцы. Я приглашаю Чернову Светлану, Она будет читать стихи своего мужа, Она расскажется, наверное, сама. Я прочту стихи мужа Чернова, Анатолия Александровича, Город-Навынки. Дело в том, что ему уже Почти четыре года нет в живых. А стихов много. Отчий край, голубая глубинка, Край ромашек и чистых роз, Где знакома любая тропинка, Я душою к тебе прирос. Отчий край, голубая глубинка, Присушил ты меня, пронзил, Мне лесов твоих паутинка Добавляет душевных сил. И всегда с растревоженным сердцем, Где бы ни был я, где б ни жил, Я к тебе из любой разлуки, Как журавли по весне спешил. И в объятиях сказочной шире, В мире трав и цветов у реки, Здесь надеждой меня поили Ясный глаз твоих, родники. Асфальт былинку заточил в темницу, Замуровал в оковы, заковал. Судьбы ее перевернул страницу, И с солнцем связь навеки разорвал. Но былинка так любила солнце, Так ненавистен ею был этот плен, Она решила, сделаю оконце. Я не смирюсь, я поднимусь с колен. Корнями упираясь, что есть мочи, Она асфальт толкала головой. Она рвалась из непроглядной ночи, Хотела видеть небо над собой. Казалось бесполезно, нет надежды, Асфальт громадой мир отгородил. Но эта бесполезность, эта бездна Былинке добавляла новых сил. И, наконец, не выдержав напора, Темница рухнула, прорвался монолит. По бедным вымпелам из-под асфальта Скоро навстречу солнцу стебелек взлетит. Любите жизнь, любите, как былинка, Не поддавайтесь власти темных сил. В любой беде отыщется тропинка, Которую Господь нам протонит. Ну, еще шуточный такой стихотворенец на рыбалке. Без устали чайка кружит над волной, Покоя ей нет ни секунды весной. Вся рыба на нелест, а значит, улов. По ловле они мастера, будь здоров. Я удочку взял, помогал ей рукой. Давай, дорогая, сразимся с тобой. Ты клювом лови, а я буду крючком. Кто больше наловит, сравнимся потом. Вот час на исходе, а вот и другой. Обходит вся рыба крючок стороной. Насадку меняю, меняю места, Но сумка моя неприлично пуста. А чайка таскает одну за одной. Не спрятаться рыбки под темной водой. Пронзает волну крыльев белых стрела. Еще ни одна от нее не ушла. Меня ты позоришь, червяк дорогой. Неужто для рыбы ты страшный такой? Ты б ей улыбнулся, хвостом повилял. Сегодня я чайке пари проиграл. Пари проиграл, но не буду грустить. Ведь чайке той рыбой потомство кормить. Вот и рыбачит с рассвета она. А мне купит рыбы на рынке жена. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И тот далекий сенокос в пылающий июньский полдень И копны сено, и откос, и день, Что мир потом запомнят. И видит женщина траву, в которую упал любимый. А годы, годы все бегут, И жизнь течет, как речка мимо. Два месяца женой была, И сорок лет потом вдовольника. Та женщина, чья надрекуем, Неслышанная молодость прошла. АПЛОДИСМЕНТЫ Извините, вот так вот. Я экспромтом, конечно, готовилась так как-то, Бестолково. Чудо в чашке. С внучкой ходим в огород, Собираем ягоды. Это в чашку, Это в рот, А потом наоборот, Как в лесу на грядах мы. Вот снародина, с куста, Сыплется в ладоши к нам, Выглянула из куста красную горошиной. Внучка удивляется, В чашке убавляется. Непонятно, а не чудо, У бабуси сверху блюдо, А в ее красивой чашке Червячок и две букашки. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Руки синие, Губы синие, Боже, праведный, Помоги! Ты не бойся, Июль в России, И с черникою пироги, А в покосах Густые травы, Землянихи духмяный вкус. Нет, лучше, Я знаю право, Краши русских Рябиновых бус. А какие малинники В чашке, А брусники, Пурпурный костер? Лишь в России Есть настоящий Чудных ягод лесных набор. Что там персики? Клюква слащая, По морозу пойди, Собери, За морями Нет настоящей Светлой ягодной Чудо-зари. Руки синие, Глубы синие, Вкус черевухи На губах. Ты взрастил У нас всех, Россия, На скалины Ржаных пирога. Спасибо. Согула Владимировна. Черный бархат ночи. Как только Черный бархат ночи Накроет сонные дома, А месяц, Как бы, между прочим, Начнет сводить Меня с ума, Заколобродят Мои мысли И забурлят Мои мечты. Я без фантазии Не мыслю Тебя под кровой Черноты. Меня несет На крыльях Эхо Давно минувших Прошлых лет. Я вспоминаю Об утехах, Которым уж Возврата нет. И мне в мечтах Подвыласно время. Я звезды Трогая Рукой Своей судьбы Ловлю я С тремя Лечу Без крыльев Над землей. Как только Руссыпь Звезд на небе Распустит Яркие лучи Не о насущном Не о хлебе Мечтаю В бархате Я уношусь Я уношусь В иные дали Где бригантины Паруса Зарею алой Поднимали И шли В тайфуны И штормом Черный платок Черное платье Черный платок В траурных лентах Скорбный венок Цинковый гроб И сверху окон Черное небо Черное солнце Черное горе Вошло в ее дом Черную вестью Весь город сражен Черные ленты Вплела ее дочь В черных глазницах Черная ночь Нету сил плакать Сто на дни Черное время Черные дни Цинковый гроб На солдатских плечах Штыки карабинов В черных бантах Военный оркестр Скорбью звенит Последнюю честью Залп в небо гремит Черным платком Накрылась она Под черным платком Белизна Белизна Я боль Я боль Детишек из детсада Сгоревших заживо ночи На пепелище Отголоски ада Ты смех ребячий не ищи Я боль Нардоста И бесолана Захлеб рыдавших матерей Не затухающая рана Кровоточит в груди моей Я боль Разодранной планеты Гулаг Освенцин Бухенвальд Я ужас Женских рук Воздетых С мольбою в небо Небо Ад Летят на землю С неба Бомбы Напал Ракеты Жуть и смерть Горит хатынь Горит и сонгми Одна мольба Забыть не сметь Я боль Распятого Иисуса Его последний вскрик К отцу Огонь Жирающий Янгуса Грема со смерти Мне к лицу Костер Дыба Топор И плаха В моей груди Смешались Вмиг Я рву В отчаянии Рубаху И издаю Последний крик Я боль Гущина Елена Первое стихотворение Называется Старик Седой старик Переступить порог Не может Я запахи ловлю Я чувствую их Кожей За окнами зима И силуэты белого на фоне И пахнет печем И стволами И мерзным скарбом И дровами И тяжестью На плечи легших Леп Седой старик И в волосах Играет белый свет Как будто на пылинках В полоске фонаря Или луча случайного В дремотном воздухе Повисших не спеша Зачем на улицу Зачем на терпкий вздох Зимы Где мир ослеп Оглох От восклицаний суетных От жадности и боли Но в доме нет давно Ни сахара Ни соли Еще нужна крупа Квартира не пустыня Из потолка Ни манна А уныние Одно лишь с ней зайдет И горечью наполнит Беззубый рот Но горло Помнит Вкус Перезрелой вишни С соседского двора И хлеба с маслом В маленькой руке И прочее И смех Восторг Игра Однако же Пора И варенки готовы Потертое пальто И время По второму Я запахи ловлю Я чувствую их Кожей Седой старик Переступить пора Не сможет Второе стихотворение Называется Старение сердца Посвящается Моему мужу Андрею Начни читать Эту книгу Сначала Тени пятого Десятка У твоего Причала Мою деревню Заметают В песке Четвертого Мы с тобой Не то что Первого Скорее Третьего Сорта То есть люди Так себя С червоточинкой Линия сердца Уже Обесточена На беспочвенные Вызовы Отвечать не рвемся То ли просто боимся То ли вдруг Надорвемся То ли температура В нашей квартире Не менялась годами Слепым пунктиром Обозначились Другие Цели Вместо И крови Адреналин Уступил Вместо Энтроферону Но если Поднатужиться И выдавить Жало И взглянуть На мир Не сквозь Гламур Бокала А сквозь Стекло Вдетая В оконную Раму Станут Заметны Судьбы Изъяны Переязвивы И гордый Трофель Выплывет На свет Как из супа Картофель На фоне дна Полупустой Кастрюли Дело Не в живописи Или скульптуре Которой мы Постепенно Становимся Дело В героях Нашей Взаимной Повести От которых Отреклись И которых Забыли Навзирающих Навеки В юности Не взирая На мозоль И то Каким местом Она к нам Развернулась А силе У меня Осады Так штурмом И мажем Раскали Я хочу Чтобы мы Умрали Молодыми Стариками Стихо Сотворение Стихо Творение Стихо Пускание В сердце А сердце Опять В расстоянии Между строки Пальцев руки Виски Погружая В прохладу Реки Стихо Распятие Стихо Насилие Слабости Слов Над мыслями Сильными Стихо Транжирство И стихо Стяжательство Стиле Богатства И рифмо Старательства Стихо Падение В люди Внедрение Весенние Пышные Вишни Цветение Блестки На люстрах Да и Несмысла Поисках Правды В весах Коромысла Стихо Свечение Самолечение От духоты Старый Синовал Где я Неопытной Рукою На ощупь В пуговках Искал Все разрешенное Тобою Сынок Хозяина Жилья Спугнул Нас Помнится Спостоя С тех пор Надеждой Жил Лишь я Да видно Не судьба Пустою До боли Головной И слез Мне чувство Близости Хватило И стало Лучшим Из грез Его невиданная Сила Теперь Ты памятник Любви Застывшая Гримаса Мимо Им не Клянуться На крови Потом Забыв Проходят Мимо Одно Вот радуют Они Не замечая Человека Ему Оставив Только Дни Живут Гораздо Дольше Века Вас Всех Кто С улицы Зенцова Хочу Увидеть И Обнять Но Голос Свыше Слышу Снова И Не Дано Его Унять Он Мне Твердит Нельзя Вернуться Ступить В ту Воду Что Текла И Знай Коль Хочешь Оглянуться Что Жизнь Твоя Почти Прошла Взамен Как Свет В конце Туннеля Все Вижу Молодость Свою Ее Зовут Конечно Нелли Другой Нем Не Пою Залежался Завалялся Завтра Труп Крик Убей Меня Сорвался Смертвых Губ Так У нас Одна Подмога На Руси Не Меня А Смерти Бога Попроси Если Грешен Очень Может И Теперь Все Равно Проси Поможет Только Верь В Излетевшем Падшим Низко Быть Сродни Ведь У всех До Смерти Близкой Только Ни Албазинской Божьей Матери Там На Севере Китая Между Сопок И Низин Где Снега Лежат Митая Крепость Наша Албазин Та Что Костью В Горле Стала Императору Манжур Громом Пушек Рассказала Русь Пришла И Наамур Не Поверили Собрались Окружили Стали Бить Года Два Они Пытались Крепость Русскую Сгубить Тяжела В осаде Доля День Ночь Врага Стеречь Есть На то И Божья Воля Наша Вера Щит И Меч А Закончились Припасы Голод Начал Донимать Но Стояли Слава Спасу Укрывала Божья Мать Память Сверх 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 Тарабаров Застав Ты Прости Нас Матерь Божья Что Забыли Албазин И Храни Русь Бездорожье Снежных Сопок И Незим Юдин Геннадий Василь Я прошу Извинить Я первый раз Я не знал Что нужно Жюри Сдать Материалы Вот То есть Если Позвольте Я Все Так Прочитаю Читайте Конечно Я Хотел Прочитать Два Маленьких Отрывочка У меня Стихотворений Нету Но Два Отрывочка Из Романа Автобиографического Романа Который Я в последние три года Пришел И выпускаю Виде Вот этих Глав Которые Здесь Представлены Их Уже Семь Что Вот Я Хотел Прочитать Один Грустный Другой Повсиление Коротень Кусочек То есть Я прошу Меня понять Что Они вырваны Как бы Из контекста То есть Они являются Продолжением И началом Другого Итак Первый Кусочек Так и Называется А мама Наша Умерла А мама После Смерти Мужа Квартиру Нашу Продала Замаяла Печаль Стужа И С внучкой Вдвою Жила И не Сказать Что бы Болела Или было Много С ней Хлопот А просто Вырвавшись Но С вашего Позволения Я дам Махенькие Пояснения Дело В том Что Ну Вы все Знаете Виктора Ломаскова Нашего Нашего Великолепного Губернатского Наблюдателя Который Является Соседом Который Я знаю С детских Мы Называем Виктор Ломасков Младший Потому Что Виктор Ломасков Старший И мой Коллега Тоже Виктор Ломасков Доцент С которым Медакадемия И мы С ним Лет Тридцать Ука Обруху Так сказать Заботились О Здоровье Иванова И вот Он Мне Подарил Недавно Такую Книжечку Которая Называется У меня Украли Чемодан Ну Я в это время Летом Живу На даче И я Значит Сочинил Пародию Но Не на стих Толении А вот Прямо На всю Книжку По Законам Жанра Так сказать Мои Только Связки А Его Фактура Это Что Не так Извините Не Виноват Я Итак Мне Очень Жалко Что У Вити На Медь Не Сперли Чемодан Зато Есть Повод То События Отметить Он Нам Богом Да Ведь Если бы Не Он Издатель Не Выпустил Безбор Ник Сей Мы Не Узнали О Создатель О Гениальности Твоей И Как Узнали Свет Кати Что Ждет Их Море Ломазков Без Туфелек И Модных Платьев А Топлес И Без Трусиков И Как Б Папа Догадался Что За Забором Есть Дурдом Когда Забор Давно Сломался Да И Дурдом Ушел На Слов Но Есть Конечно Недостатки Скажи Мне Вот У меня Вопрос Таков Что Мне Играть С Соседом В Прятки Скажи Мне Виктор Ломазков За Что Ты Так Не Любишь Аню То Бросишь Параллельно Шпалом То Топишь В речке Возле Бани Женщина У тебя Навал А мне Если Честно Так Жалко Аню Что Появилась Мысль Инфекция Полезнее Бы Аню Да После Бани Поставить Перпендикулярно Эрекции Но Все Знакомым Я Твердю Вы Так же Знаете Все Об В этом Что Ломазков Жопер Дю Не Светит Средь Больших Поэтов И Как Продюсер Он На месте Так У меня Совет Такой Покажем Виктору Все Вместе Не Средний Палец А Большой Большой Степь Большой 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 Чужие брали в руки И гордый лепесток Не вынес этой муки Завял, засох цветок Но если нежный взор Его коснется взглядом Неравнодушный друг Окажется вдруг рядом Вновь оживет цветок Наполнит ароматом Свой каждый лепесток Отравит сладким ядом Того, кто так не смог понять Что счастье рядом Бездушно смял цветок Насытившись любовным ароматом Цветок Хоть и в пыли и стебель его тонок Не вянет красота Аромат так стоек Поднимется цветок Попавший в бережные руки А тот, который не сберег Не вынесет мучительной разлуки Кошка Моей душе живет кошка Такой ласковый и нежный зверь Она гладит Мое сердце ладошкой Но чаще Кусает его Поверь Она любит Свернувшись клубочек Тихому Рлыкать Подолгу дремать Но только не стоит Будить лихо Тогда это зверь Которого не унять Она тут же выпустит когти И заскребется Ласковый зверь Это ей всегда удается Это очень больно Поверь Мое раненое сердце Как птица Бьется в клетки В закрытую дверь Освободится Освободится Но крепко держит Ласковый зверь А когда Успокоится Лихо Кошка Лапку К душе Прижмет Сердце бьется Спокойно Тихо Она ляжет И снова уснет Ну и последнее Аплодисменты Аплодисменты В парине Называется Боль Если тело Болит Это можно Стерпеть Это лечит врачи Это мука От боли Нестерпимо Нестерпимо А душевная боль Сердце криком кричит Разрывает мозги Током бьет По ушам Нестерпимо А то боль не унять Не стерпеть Не снести Глубина Вина Спасите Тону Не живу Не дышу Лишь губами Прошу эту боль Чтоб она уходила Бьет душа Та, что раньше О счастье твердила Эту боль Я с размаху О стены Крушила Эта боль Как заноз Мне в сердце Всадила Тело лечат врачи Душу Можно лечить Душу можно лечить Тишиной Добротой Красотой Можно вылечить боль Боль кричащей души Добротой Красотой Тишиной Соловей Здесь берег Зарос весь крапивой И уйд петляя течет Соловей для подруги Любимой Такую нам трель Выдает В том пении призывы Желания Томление И чувство Размах Надежду Свою На свидание Хотел Видно Выразить Птах Прервался Чтоб В новом Узоре Излить Свою Душу Свою Он славил С гнилым На этом фоне Жалком Синича Раздавалась Речь Моталась Пугало На палке Стараясь Что-то Здесь Стеречь В такой Предзимье Промежуток Готовясь К осени Сырой Мелькнул Косяк Летевших Уток Над баней Над ее Тругой Которой Выселись Руины Торчали Коли Из земли А рядом С нею Георгины Наперекор Всему Цвели Заплутавшие Лето Видно Заплуталась Бабе Лето Обронила Где-то Свой Компас И Особым Воздухом Прогретым Напоследок Радовала Нас И Опять От той Высокой Ели Исходил Бодрящий Аромат И Цикат Чарующий Трели Время Будто Сдвинули Назад Вижу Левитановский Набросок Слушая Сорок Речит Адив Нежной Летней Песни Отголосок Снова Мне Послышался Мотив А Совсем Недавно Здесь Казалось Лес Осенний Совершенно Пуст Хорошо Что Лето Затерялось Зацепилось За корявый Куст Аплодис Соглашается Карякин Андрей Добрый вечер Я Готовил на конкурс Три небольшие работы На разные темы Сегодня уже Звучал Привет из лета Привет Деревенской Воле Хочу добавить Еще Такую Может быть Музыкальную Нотку В эту тему За край поля Солнце Садилось Лес Вечерней Прохладой Вдохнул За околицей Песня Родилась Там Веха Гармонист Развернул По седым Лохматым Туманам Плыл в деревню Утомительный Звук Про любовь Что бывало Обманом Все печалилось В песне Вокруг Местный парень Вплетая аккорды В бесконечную Волю полей Становился Красивым И гордым От звучания Гармонии Своей Песни Велась В ромашках Гуляла До религи Погоняя Закат В луговой Дали Все искала Кто в печалях Ее виноват Теплый ветер Ночь Приголубит Встретит Звезды Стреножный Кон И гормон Обаюкивать Будет В дальних Окнах Поздний Огонь В других строчках Забавная история Дело в том Что Творчество Вещь Какая-то Таинственная Непознаваемая Более Сорока Два лет назад Я два года занимался В музыкальном детском кружке При дворце пионер По классу Паян Ну естественно С этого возраста Инструмент в руках Не удержал И вот два года назад Накануне дня рождения Вот пришли эти строчки Как-то необъяснимо Я их обработал Записал И никому не показываю Брал ящик стола А на следующее утро Жена С дочкой Подарили мне Красный Перламутровый Паян С таким В общем-то Многозвучным Названием Огонек-2 Вторая тема Стоя Моя милая Гордая Мать Неизменно Тобою Любуюсь Скромным полем Упрямым Ручьем И душой Обнажусь Разуюсь Благозвучным Пасхальным Днем Нищий Пуст Без твоих Просторов Убегающих Высь Куполов Задушевных Простых Разговоров У накрытых Щедро Столов Мне никак Без твоих Обычаев Вольных Песен И добрый Глаз Не приемлю Упрямство Обычье С тем Что подло Угут Про нас Не оставлю Тебя Не кину Потянувшись За сладким Пуском Не ударю Предательский Спину И не пну С высока Носком Без тебя Пропаду Исчезну Как бездомный Ославший Пес Провалю С бездуховной Любезном Или сохну Как трав Безрос Утром Подойдут Березки Ожидающие Снова Весну В ее Ствольной Стекающей Слезки Для души Обрету Белизну И словно В белой Рубахе Буду Счастлива Встретить Мать Не за деньги Не даже На плахе Этих Чувств Никому Нет Нет Последняя Тема Та О которой Невозможно Молчать То что Составляет Нравственное Начало Нашей Жизни Это Тема Войны Тема Беспримерного Подвига Беспримерного Людского Подвига Это Тема Святости Человеческой Память Через секунду Через миг Вот так Вот-вот Ракета Вздобит Ночь Не верю Тишине Не верю Мраку Себя Я должен Превозмочь Подняться Встать На первом Вздохе Почуять Силу Близкого Штыка Не забывать Что ноги С дрожью Плохи Что потный Страх Удел Для Дохляка Незащищенной Тощей Плотью Открыться Жгучему Свинцу Не удивляя Скосоротью Что Судорогой По лицу Мольбу Мешая С матершиной А тело С грязью И золой Живой Мишенью В триоршиной Я припаду К земле Сырой Прими Прикрою Спаси Родная Воронку Сердцем Пропошу Попрошу И снова Вверх К тому Он краю С собой Еще Полполя Пропошу И боль Отчаяние Страхи Пространство Время Раздвою Потом Готов Уйти Монахи К улице Лею Здесь В бою Ворву С немецкую Траншею Как в Преисподнюю Загляну От рукопашной Ошалею Врагу Долги Штыком Верну К рассвету Стихло И на стекке Коркой От крови Пота И песка И кузя ножка С кислой Махоркой Нарожит Меж пальцев Вроде бы Слегка Душа Уста В телах Усутка Нашего Из отделения Остался я Один Наркомовских Сто грамм И с сухарями Каши Живым пойдут Попрошу На помех Спасибо Первый стих Любовь Иногда Бываем В усары И мир Волнуется Вновь Луною Подсвечены Пары В сердцах Которых Любовь Бывают От жизни Дары Готов Отдать Свою Кровь И ангелам Ранены Пары В сердцах Которых Любовь Когда Заиграют Гитары Сердце Свою Приготовь Не просто Целуются Пары В сердцах Которых Любовь Летняя ночь Шум деревь Ласкает Слух И луна Постучит В окно Я сегодня Как звезд По сту Мысли Словно Веретено Мне не хочется Засыпать Я в окошко Своё Смотрю Фонари Начнут Угасать Позовя Меня К алтарю Просто Летняя ночь Грустит И не хочет Скучать Одна И поэтому В окна Скучит Выпивая Все тени До дна Голуби Вы летите Голуби Летите В чистом небе Нету вам Преград И за все Меня Пожалуйста Простите Я весной Вас видеть Очень рад Полетайте Там Под облаками Вы как Символ Дружбы И весны На просторе В небе Да над нами Подарите Людям Радужные сны Только я прошу Не улетайте Дайте Хоть немного Помечтать Вы всего лишь Счастья Пожелайте И с собой Возьмите Полетать Кто-то ханычет Кто-то плачет До губы Бежит Сопля Ну а кто-то В танце Скачет Каблуком О полстуча И не скажет Что мажоры Просто народ Там Посмотри В пляске Ноги Ткут Узоры От задорной Души Так и хочется Меж ними В танец Кинуться Всерьез На скрипучих На шарнирах В этот мир Веселых грез И ничто Мне не мешает Это сделать Хоть сейчас Громче Музыку Включаю Жаль Один Пускай Успляс На все Обидевшись Сидели Воробьи Своей жизнью Жил внизу Такой же Город А мне плевать Впервой И быть И жить И воевать И начинать Который раз Опять Сначала Печальный образ Город Был Война Прошлась Котком Все те Кто любит И любил Не спят Спокойным Сном И те Из них Кто сердцем Жив Готов Выжить Войной Как жаль Что даже Победим Им не Прийти Домой Памяти Сергея Есенина Томком Передал Сосодины Щемящей Сердце Волью Красоты Их И прелесть Пописал Писал И пел Стальянкой Вместе Звончей Сыпать Он Ее Просил Не Слись Летели Его Песни Во Все Края Родной Руси Все Что Любил Обычаи Людские Сменил На Шумных Улиц Перезвон Но Не Его Их Игры Городские Настал В душе Душевный Перелом Опасный Перелом Как И тогда На Родине В Рязани Вишневый Сад Цветет Как Белый Дым Он Много Написал Поэзией Был Занят И В ней Остался Вечно Молодым Отговорила Роща Золотая Есенинским Красивым Языком Ушел Вослед Зужуравлины Стаи Унес Все Что Любил Жалел Поком Осень Подруга Паутинок Паутинок Невидимых Просень Чуть Ласкаясь Коснулась Лица Я Узнала Тебя Рыжакудрая Осень Не Спеши Уходить Задержись У Крыльца Не Шуми Проливными Дождями Вместе Солнышком Тихо Постой Мы Всегда Оставались Друзьями Постоим Помолчим С тобой Поглядим Как Листва Подая Постилает Ковер Золотой И На Ель Что Стоит Засыпая Под Зеленую Шаю С Каймой На Полет Поделимся Орлины Что Высоко Царь Парит Над Землей На Прощальный На Клин Журавлины Им Вдогонку Помашем Рукой Навестим И Красавицу Волгу На Ее Берегу Тихо Песню Споем Я Прощаюсь С тобой Надолго Посидим Помечтаем Вдвоем И Последнее В Лесной Глуши В Лесной Глуши Где Неширокий Чуть Слышно Ручеек Журчит Заросший Весь Травой Высокой Могучий Дуб Один Стоит Неведомо Какой Лесною Его Здесь Желудь Породил И Редкой Красотой Земною Его Всевышний Нагородил Вечно Зеленый Одинокий Шумит Под солнцем Золотым Стоит Задумавшись Глубоко И Звезды Светятся Над ним Вдали Красавица Рябина Его Народ С ней Повенчал Не С ней Шептался Ночью Длинный Не Ей Быть Верным Обещал Когда Луна Льет Золотые Свои Волшебные Лучи Он Помнит Годы Молодые И Тут Шептался С кем Ночи И Каждой Раннюю Весною К Нему Идут Родные Травы Покрыт Короной Листовой Стоит Он Гордый Величавый Спасибо Виталий Иванович Манин А А где Своё Назов Называется Оно Энергия Ну Я считаю Что Вокруг Происходит Энергия Происходящая Мы Все Ей Живем Без Энергии Мы Не Люди Я Была Любим Тобой Сквозь Эпохи Мечтала Вернуться Обнимаю Тебя Странник Мой Всем Чем Я смогла Приглянуться Даже В камне Меня Разглядев Ты Все Понял Не Испугался Что Живя Для Тебя Среди Всех Ты Со Мною Одной Обнимался Я Тянулась Зимой И Весной Ты Не Мог Моей Ласке Ответить Самый Близкий Любимый Родной Ты Прости За Трудности Эти Меня Жизнь Растворила Во всем И В листве И В цветах И В прибое Кто-то Должен Быть Расчленен За грехи Что копили Мы Двое Кто-то Должен Был Взять На себя Все Плохое Что В мире Творится И Повсюду Желать Лишь Тебя И Не Сметь До Конца Проявиться Ты Искал Мою Красоту Обнимая В других Недостатки Ты Конечно же Знал Что я Жду Когда Кончатся Все Эти Прятки Я Любила За это Тебя Иногда Зарень Вскрывалась И Всегда Приятно Была Обоюдная Встречная Радость Собирай Как пчела Жизни Мед Изучай Владей Не печалься И Пойми Что мешает Пройдет Я Прекрасно Не Обольщайся Что И в этом Возможен Предел Пробудить Надо нам Мир От Скуки И Тогда С кем Бы Небыл Ты Смел Всюду Будут Союзников Руки Мы Рады Творить Творить Своё подлое Дело Сегодня Был Очень Хороший Очень Хороший Тоже Как сказать Задумаешься Кто был Лучше Дело Даже Не в том Лучше Здесь Даже Сравнивать Нельзя Некоторые Были Вещи Несравнимые Просто Как скажешь Ты лучше Ты хуже Они разные Просто Они Могут быть Равноценными Но они Совершенно Разные И сегодня Были И чтецы Очень Выразительные Мы отметили Всё это Пометили Себе Когда Слушали Это И это Тоже Ложилось Плюсом Определённым Потому что Характеры Чтения Разные Были Мы Прочувствовали И какие-то Где-то Там От Чёрточек Серебряного Века До Трибонов Таких Современных И Что-то В народном Стиле Здесь Прозвучало Знаете Что Хотела сказать Уважаемые Мои варяги Они знают Кого я так Называю Любовь Мохова Значит Валентин Удалов И Борис Устан Вы знаете Что Это Сложившиеся Авторы Мы Видим Ежегодно Они Помогали В прошлый Раз Работать Жюри Давали Свои Дополнительные Очки Каким-то Значит Баллы Ставили Людям Которые Им Понравились Спасибо Им Большое Я Сегодня Сказала Даже Там В кулуарах Когда Мы Обсуждали Это Я Сказала Что На Кохме Во многом Стоит Фестиваль Так Что Вы Молодцы И Не Только На Кохме От Ней Примкнувши Есть Какие Основатели Действительно На которых Это Держится И Пожалуйста Держитесь Так Вот Дальше И Тем Кто Участвует В Фестивале Вот Вы Знаете Теряется Когда У вас Много И Длинно Вы Теряется Накал Может Быть Того Что Вы Какую Мысль Вы Хотели Донести Потом Хотел Бы Сказать Следующее Не Все Что Удачно И Правильно И Грамотно Зарифмовано Не Все Является Стихом Да Есть Срифмованные Какие-то События Или Картины Какие-то Так Сказать Вот Но Что Такое Поэзия Да Что Такое Накал Вот Этого Стиха Это Какая-то Неуловимая Субстанция Которая Только На уровне Я не знаю Там Какой-то Внутренней Дрожи Мурашка Какого-то Ощущаешь Как В одном Фильме Было А как Говорит Ты Колер Ты Подбираешь Помните Краска Умешает Да Мурашика Как ты Узнаешь Когда Хватит Уже Да Мурашика Мурашик Побежал Все Колер Есть Вот Сегодня Тоже По ощущениям Мурашика Во многом Это было Затрудняет То Что Мы Многих Из вас Знаем И Уже Полюбить Успели Вас И Когда Мы Видим Кого-то Значит Когда Новых Авторов Мы Видим Мы Еще Больше Рады Мы Рады Тому Что Все Как-то Изменяется Так В хорошую Сторону Сегодня Благодарность Вот Наша Общая От общего Нашего Лица Благодарность Всем Сегодня Вы Меня Просто В хорошем Смысле Все Удивили И Естественно Порадовали Так Что Вообще Спасибо Всем Тексты Вполне Достойные У многих Да У многих Из вас У кого Хорошие Еще Даже Неплохие Были Тексты Но Кто Не Дружит С Русским Языком Ребята У вас Есть Компьютер Там Есть Редактор Компьютере Когда Вы Набираете Смотрите Иногда Где Какие Подежи Как Вообще Можно Говорить И Как Лучше Не Говорить Это Разговорное Такое В чем Разговорное Очень Разговорное Вот А хотелось Бы Мне Начать Вот Еще Для Того Чтобы Отметить Кого Персонально Сегодня Я сказала У нас Такой Скромный Парадарочный Этот Фонд Но Ведь Дело То Не В Этом Наверное А Дело В том Что Все Таки Для Другого Человека То Он Выступает Со Своими Стихами Показывает Свои Стихи Аудитории Да Зрителю Слушателю Сравнивает Себя Внутренне С тем Кто Читает Свои Стихи Неравнозначные Были Сегодня Силы Каждого Из Пришедших Здесь Люди Разных Профессий Разного Ну Наверное Опыта Разного С Вообще С Литературным Словом Как Таковым Поэтому Конечно Неравнозначные Здесь Были Силы Но Одним Из Главных Критериев Сегодня Было Эмоциональное Восприятие Понимаете Такое Эмоциональное Восприятие Которое Если Даже Ты Видишь В текстах Кое-какие Изъяны И редактнуть Бы Где-нибудь Но Оно Производило Такое Яркое Впечатление От которого Невозможно Было Освободиться Сегодня Такие Вещи Были Сначала Начнем С поощрительных Таких Моментов Которые Мы Хотели Отметить Мне бы Хотелось Отметить Сегодня Вот Она Одно Из Первых Прочитала Прочитала Продекламировала Своё Стихотворение Посвященное Успенской Церкви Которая Как боль Живая У нас В душе Живёт Поэтому Мы Хотели бы Сказать Спасибо Кагариновой Светлане Если Она Здесь Она Получите Как Вот Это Наши Поощрительные Такие Собственно Ну В тему Дудин Завер Спасибо У нас есть Одна Светлана Чернова Светлана Которая Читала Стихи Мужа Своего За Стихотворение Вот Былинка Я не Помню То ли Она По первым Строкам Начинается Былинка И Пожалуйста Вам Тоже Почительная Когда Уходят Когда Люди Уходят И После Них Остаются Стихи Очень Здорово Когда Есть Кому Пронести Дальше Вот Это Слово Чтобы Оно Достигло От И Са Конечно Хотелось Бы Вручить Еще Почетный Приз Александру Краснову За Оптимизм И Какую-то Светлую Сторон Поэз Поэз Поэзи Потому Что Напомню Того Чего У нас Гибнет И Чего У нас Нет Все Таки Мы Будем Помнить То Что У нас Есть Спасибо Вам Большое За Это Вот Ну И Сегодня Мне Радостно Назвать Имена Которые у нас По-моему Здесь Члены Граждане Михаила Лисовского Вот За Третье Место В Городском Конкурсе Самоличных Поэтов По имени По имени Михаила Дутина Мы Дипломом Третьей Степени Единодушно Наградили Гестополова Владимира За Спасибо Оно Не безукоризненное Но оно Сильное Оно Эмоционально Сильное Разверните Диплом Помогите Спасибо Вам Удачи Вам Спасибо Дипломом Второй степени Награждается Кожан На У нас Участие Ну Аня Сложившийся Автор У нее Стихи У нее Хорошие А там Придраться Практически Было Не к чему Я бы даже Первый У нее Редактор Личный Дома Живет Поэтому Там Ее Все Почистили Видимо Это Это новый Для нас Автор Автор Которому Мы Порадовались Автор Который Зацепил Нас Эмоционально Вот Этот Автор Кто Знает Может Кто Это Гущина Аня Лен 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 Аня Смотри Спасибо Вам большое Я думаю Что Вам Нужно Писать И Я Вам Хотела Предложить Больше Я Хочу Вам Предложить Если У вас Есть Тексты Признать На Писательскую Организацию То есть Поучаствовать В нашем Межгодном Альмонахе Вот Так что Я думаю Да Мы Выразили Общее Мнение Спасибо Мы Вас Поздравляем Я Думаю Что И Вы Оценили Все Как Лена Читала И Что Она Читала И Читала Ничего Страш Я Думаю Что У Вас Для Этого Есть Возможности Удачи Хорошо Всего Вам Доброго Спасибо Вы Понравились И Как Вы Читали И Что Мы Слышали И Будь Моя Воль Я Еще Каких Там Пальшительных И Причем Знала За Что За Что Кому Вот Как Начали Как Мы Начали Первые Наши Авторы Когда Читали Как Они Такой Тон Задали Вот Как Те Люди Проверенные На Которых Много Что Держится Это И Валентина Голова Любовь Мокова Это Борис Усанов Это Те Опорные Три Столпа Может Которые Не Придают Конкурсы И Года В Год Они Участвуют И Дай Бог Это Многие И Деревни Вот Эти И Это Все Оно Имеет Место Быть Но Понимаете Когда Есть Новизна И Когда Мы Даже Об Одном И Том Же Но Скажем Как То По Новому Какими То Новыми Словами С Каким То Новым Ощущением Вот Тогда Она Появляется Вот Так Которая Может Быть Иногда Корявый Стих Может Залить Но Это Поэзия Вот Тогда Она Появляется И Вот За Это Я думаю Что Я Благодарна Сегодняшнему Конкурсу Я Решла Я Сюда Не С Очень Таким Знаете Мучезарным Настроением Но Я Порадовалась Сегодня Вообще Весь Конкурс Был Хорош И Среди Более Юных И Среди Совсем Маленьких Среди Вас Прям Вот Ну Здорово Молодцы Вы мне Очень Понравились И Многие Из вас Пишут Практически У многих Есть Книги Свои Что я Вам Рассказываю Вы же Не Детский Сад У Есть Книги У Некоторых Уже Полное Собрание Не Полное Но Уже Собрание Сочинений Поэтому Что я Вам Что Вы Все Мы С вами Вместе Мы Создаем Ту Поэтическую Литературную Среду На фоне Которой Вырастает Ну Есть Знаете Как Есть Вот Поле А Кто-то Там Возрос Какой-то Цветок Там Что-то Выше Но Он Все равно Из этой Земли Мы Эту Атмосферу Создаем Потому Что Когда Человек Сам Для Себя Там Пишут Такого Не Бывает Ему Всегда Одно Общее Дело Для Того Чтобы Вот Это Наше Пространство Литературное Оно Было Насыщенным Я Думаю Такие Конкурсы Подчеркиваю Как Сегодня Они Нужны Это Как Сегодня Они Нужны И Вот Я Буду Писательской Говорить И Завтра Мы Поедем Завтра Фурманов На Тоже Это Все Посвященное Празднество Я Об Этому Сегодняшнем Конкурсе Я Буду Сегодня Как То Так Подгадали Мы Что Называется Победил На Дудинском Конкурсе Вы Смело Там Рассказывайте Что Вы Абсолютно Положаю Руку На Сердце Здесь Все По Чесноку Поскольку Я Работаю Не за Зарплату Игорь Анатольевич То же Самое Поэтому Здесь Все Честно По Впечатлениям Но Вы Все Заслуживаете Сегодня Все Кто Здесь Собрались Вы Все Заслуживаете Каждый Из Вас Какого Особого Внимания Поэтому Я Всем И Вместе И Каждому Возвращению Я Благодарю Сегодня Аудитория Была Интересная Спасибо Вам Всех Спасибо 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 Спасибо